Душевное здоровье – это симуляция, потому что внутри там клокочет болото, нервная дрожь, ледяная трясина, и, конечно, его жизнелюбие искусственное, его юмор натянут, но я просто одно могу сказать с полной уверенностью, что когда Бог предлагает вам выбор «или-или», Он всегда предполагает «и-и». Ну, как надо совмещать, надо уметь совмещать в голове Ветхий Завет и Новый Завет, это вот Божья заповедь, например, что вам ближе, Ветхий Завет или Новый? Павел Злоренский полагал, что они вообще не очень-то совместимы, что у них разный адресат, одно обращено к конкретному народу, другое к человечеству. Но надо держать их в голове вместе, и вот это будет мир Божий. У меня был на эту тему стишок, и я хотел его прочесть, но потом подумал, что опять это будет самопиар. Поэтому, короче, при выборе между этими двумя героями, между Бендером ранним и Бендером поздним, вообще при выборе между любым, надо понимать, что нужно всё-таки принимать мир в его вот в этой раздвоенности, в этой целостности, вот в этом Божий замысел о мире. Не в том, чтобы выбирать что-то одно, а в том, чтобы видеть эту цельность. И я давно уже, больше всего из всего Пинчина, хотя думаю, что эту фразу придумал не он, люблю фразу из «Again's the day», когда дойдёшь до развилки, выбирай развилку. Это очень правильная мысль.